Кто стучится в окно, кто стоит и спрячется, это Дедушка Мороз с нами дурача. Новогодние представления в приюте «Ровесник». К самому волшебному празднику в году ребята начали готовиться заранее. Месяц назад написали письма Деду Морозу и с нетерпением ждали исполнения своих желаний. И вот настало время получать подарки. Сразу лыжи захотела. Я не умею кататься, но я буду учиться. Футбольная форма «Крыльца» Есть мечта стать футболистом? Есть. Вертолет мне нравится очень сильно. Правда, настоящую не видел ни разу. Добрым волшебником, исполняющим детские мечты, мог стать любой самарец. В городском департаменте семьи опеки и попечительства еще в начале декабря появилась елка желаний. На ней висят открытки с просьбами к Деду Морозу, которые написали дети, воспитанники приютов, детских домов, а также ребята, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Благотворительная акция нашла большой отклик среди горожан. С каждым годом желающих стать Дедом Морозом и исполнить детские мечты все больше отмечают в департаменте. Мы обязательно фиксируем, что вот такое-то желание взято, и мы берем на себя обязательство, что если кто-то из горожан не выполнит желание, значит мы его должны выполнить. И я с особенным восторгом хочу сказать, что нам пока ничего не надо выполнять. Все пожелания наших ребят выполнили. Уже исполнилось более 700 пожеланий ребят, и акция еще продолжается. До 31 декабря у самарцев есть возможность совершить чудо для отдельно взятого ребенка или сразу нескольких детей. А в приюте ровесник принимают гостей с подарками. Ребята с удовольствием рассказали мэру Дмитрию Азарову, как живут, показали свой дом и поделились праздничным настроением. Глава Самары поздравил воспитанников и работников приюта с наступающими праздниками. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События.